Православные христиане готовятся к одному из главных церковных праздников – богоявлению или крещению Господню. В крещенский сочильник во всех церквях и храмах проводится служба и освящение воды. По традиции на Качгартинской курье будет организовано омовение в купеле. Подготовка к этому событию началась уже сейчас. Подробности у Екатерины Дементьевой. Согласно верованиям христиан, вода в этот день приобретает целебные, очищающие для души и тела свойства. Однако считать это простым средством от всех грехов неверно. Да и совершать омовение в Иордане следует, не стремясь совершить подвиг, а подходя к этому решению осмысленно и с добрыми побуждениями. Самым главным мерилом всего, что мы делаем, и в Рождество, и в каждый простой день, и во все остальные дни нашей жизни – это благоразумие. То есть совершение наших поступков и дел не в ущерб ни здоровью никому-либо, ни самим себе, а во славу Божию. Поэтому кто ощущает эти силы и кому это не повредит – слава Богу. Подготовка к масштабному событию началась за неделю до праздника Богоявления. Традиционно территория Качгартинской курьи будет оборудована необходимой инфраструктурой. Работы по обустройству места проведения мероприятий «Крещенские купания» начались в среду. Планируем завершить их в воскресенье. В воскресенье уже запланированы работы по вырезке именно Иордании и установке купели. В этом году у нас новый балок. Он, конечно, меньше, чем те, которые были ранее, устанавливались, но зато полностью был сделан работниками нашего учреждения. Купель начнет работать 18 января с 20.00. На страже общественной безопасности более суток будут дежурить спасатели. Дежурство начнется с 18.00 понедельника и закончится в 20.00 уже 19.00. 19.00 после 20.00 купель закрывается щитом и засыпается снегом. Все, после этого уже купаться будет невозможно. Дежурство будет осуществляться силами Центра ГИМС, силами Ненинского арктического спасательного центра и силами поисково-спасательного службы КУНОО ПСС. Также рядом с Иорданию будет организовано место для забора воды. Кроме этого, набрать освященную воду можно и в водосвятной часовне на территории Кафедрального Богоявленского собора Нарьинмара. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.